На совещании, которое прошло на прошлой неделе, все управдомы успешно поделили контейнерные площадки города и заверили, что к 9 мая все приведут в надлежащее состояние. А самое главное – усовершенствуют их, повесив расписание по вывозу мусора и таблички, какому дому она принадлежит. Прошла неделя. Сегодня мы отправились в рейд по местам мусорной славы. Первая на очереди – площадка по улице Свободы, 61. В наш прошлый визит она попросту тонула в отходах. Сегодня ее не узнать. Все контейнеры чистые, а рядом с ними больше нет залежей отходов. Я говорю, после Майска тут приезжали начальники, все, скомандовали, повезли. А до Майска тут и с рынка, тут и отовсюду набросали всякую. В общем, вот так вот было. А вот во дворе по улице Бачурина с мусором еще есть проблемы. В их дворе всего два бака, причем один из них непригоден для складирования отходов. И десятки домов всего за несколько часов могут заполнить единственный бак. У нас вот эти две банки стоят. Одна расколота. Из нее никогда не вывозят. Она так и стоит. А мусор у нас носят, начиная оттуда с 13-го дома, 13-й, 11-й, 9-й, 7-й, 5-й, 3-й, 1-й. Вот там Путинский дом. Вот эти частные секторы. Оттуда и плюс на машине еще. Перед праздниками к местным жителям приезжал управдом, который пообещал, что со следующей недели контейнеров станет больше. Да и площадка будет перенесена подальше от домов и оборудована по последним требованиям. Кстати, о новшествах. Во дворе по улице Гребнево сегодня с раннего утра начались работы по оборудованию площадки в соответствии с новыми требованиями. Днем уже была установлена специальная сетка. Со следующей недели, как нам сказали ответственные чиновники, эти работы и на других площадках будут продолжены. С 14 мая заработает и специально созданная комиссия, которой предписано контролировать выполнение взятых на себя обязательств управдомами. Татьяна Андреева, Александр Липин, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».